всем привет мои хорошие с вами Ака Эмили и сегодня у нас с вами роллы очень красивый на самом деле я была в шоке от того что насколько аккуратно они поставили вот эти точечки и да здравствует разнообразие у нас сегодня с вами бургер ролл как правильно он называется выглядит вот так вот и никогда его не пробовала но пахнет просто обалденно я уверена что мне понравится также здесь у нас с вами васаби который я никогда не ем но постоянно забываю сказать что мне его не клали сок что-то вроде компота но покупной мы с мамой наверное завтра будем закатывать банки и сами делать себе компотики на зиму давайте начнем так филадельфия первый пошел включила сегодня утром телевизор давненько уже не смотрела там такие новости там такие страсти-мордасти выключила забыла я поняла что лучше всего телевизор не смотреть коронавирус не знаю митинги проблемы прям пожалела что включила выключила и забыла нафиг у меня брат всегда поражается тем что я никогда не смотрю новости и не увлекаюсь политикой абсолютно некоторые мне задают там вопросы про политику и все дела и никогда не отвечаю потому что я не разбираюсь в этом во как я могу отвечать на вопросы про поправки в конституцию если во первых я не живу в россии во вторых я вообще ничего не знаю про этом вы знаете я себя чувствую очень комфортно не вникая во все эти политические моменты в инстаграме я не подписана ни на одну страницу где рассказывают про что-то про какие-то новости и так далее там обычно что-то такое выставляют что я вижу и потом целый день не могу прийти в себя однажды я увидела как мучают животных и они прямо это опубликовывают не думаю что может быть это увидит ребенок или слабонервный человек мне потом целый день прям воротил мне было так фигово больше всего меня задевает когда обижают животных никогда обижают людей а когда обижают животных в общем пробуем впервые бургер суши бургер сделан очень аккуратно очень вкусно знаете это что-то наподобие роллы в темпури вот здесь внутри рыбка свежий сыр в общем очень вкусно необычный вкус как будто здесь не только рис а еще и мука сегодня утром мамочка должна была отправить моему брату денежку и так получилось что мама отправила неправильно то есть она отправила имя фамилия все указала правильно но она не указал номер телефона а оператор указал ее номер телефона в строке получатель и в результате этого братик не мог получить деньги поэтому мы с мамой сходили сегодня утром все это дело поменяли слава богу нам это сделали быстро то есть мы не ждали в очереди а очереди огромные просто очень большие очереди нам карантин продлили все везде закрытом не знаю до каких пор это все будет продолжаться просто все надоело задумывалась ли ты о смене работы очень люблю твои видео но прям очень смотрю каждое и удивляюсь что в нашем мире остались такие добрые искренние люди спасибо большое танечка спасибо большое мне честно очень приятно что касается работы я думаю что ближайшие наверное 10 лет точно я не собираюсь уходить со своей работы может быть я поменяю компанию но я буду работать именно в этой сфере я специалист очень узкой сферы и мне не так уж и легко найти работу я работаю в сфере инженерного бизнеса и вы знаете иногда я боюсь что у меня будет очень много подписчиков к примеру да я пойду на какую-то встречу и мой коллега или мой партнер просто будет смотреть мои мукбанки будет просто смешно смешно видеть меня в такой роли вот такой вот страх у меня есть я очень люблю свою работу мне нравится она именно тем что нету такого что почему ты встаешь во время рабочего дня почему ты так долго включаешься в туалет почему ты спустился в магазин не спросив меня такого нету с тебя просто требует конкретную работу которую ты должен выполнить за определенный период и зарплату тоже тебе платят в связи с этой работой все проделаны то есть говоря простым языком будешь меньше работать будешь меньше зарабатывать и то есть нету такого что прям тебя заставляют работать вообще я бы наверное не смогла работать на работе где у меня просто фиксированная заработная плата кто не знает я работаю в инженерной компании я специалист очень узкой сферы это очень хорошо с одной стороны например если тебя захотят уволить найти человека на твое место очень сложно но также и сложно найти работу подобных компаний можно пальцем пересчитать наверное десять в городе если ты уйдешь отсюда ты приблизительно знаешь где ты будешь работать и не факт что в этих компаниях в этих десяти есть свободное место вакантное для тебя я стараюсь ни с кем не ссориться я поняла одно что я наверное никогда не смогу работать на управляющей должности например директором за заместителем директора я работала помощником директора и реально так сложно делать кому-то замечания как-то управлять людьми это реально кажется очень просто но на самом деле все начинают огрызаться всем что-то не нравится и так далее это совершенно не мое я себя чувствую очень комфортно у себя на работе еще вот эта возможность сидеть дома и работать мне кажется это просто идеально то что у нас сейчас закрыты границы это очень хорошо нам на руку мы продаем наши товары мы консультируем наших клиентов грамотно и действительно они в большинстве случаев остаются довольны но у меня всегда такой страх например я на какой-то важной встрече и наш партнер просто встает и такой говорит ты снимаешь мукпанки я тебя знаю ты ешь на камеру с подругой и реально мне было бы очень неудобно не из-за того что это тупо нет я считаю что это нормально мукпанки это такой вид видео и здесь ничего такого нету просто именно моя профессия там как бы на работе она какая-то серьезная я такой взрослый человек такой сформировавшийся там и тут я сижу и болтаю с вами о жизни о личном следующий ну я очень рада что я поступила именно экономически потому что это очень интересно мне кажется если у меня была бы зарплата фиксирована я бы не работала столько сколько работаю сейчас я вам рассказывала да у нас в универе была девочка она хотела поступать на стоматолога ее папа отговорил просто что медицина это не твое это очень сложно и так далее хотя у этой девочки отец был стоматологом поэтому мне кажется когда выбираешь профессию нужно просто понимать что это раз и навсегда то есть надолго как минимум поэтому не надо никого слушать слушайте просто свое сердце суши бургер это вообще нечто если вы не пробовали обязательно попробуйте вот эти по идее ой не очень люблю но в этот раз они получились особенно вкусные поэтому макаем и кушаем а еще я прям в самом детстве очень хотела стать художница я очень красиво рисовала я вот жалею о том что в те времена когда была возможность надо было пойти на какие-то кружки и просто для себя научиться хорошо рисовать не то что прям знаете рисовать и продавать свои картины ну просто чисто для себя там что-то нарисовала повесила если вы никогда не заказывали суши бургер обязательно закажите потому что очень вкусно выглядит и интересно и на этом все всем желаю приятного аппетита удачного дня с вами была Эмилия пока пока